Догадайтесь, в чем у меня мизинчик? Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на моем канале. И сегодня я хочу выполнить самый популярный челлендж Америки, который называется «Макияж без использования кистей». Моя задача – сделать полностью свой образ и макияж, не используя ни одну кисть для макияжа. Итак, давайте уже приступим. Первым делом я, как всегда, наношу тональную основу. Это, по-моему, легко, потому что, ну, будем с вами откровенны, в основном все наносят тон с помощью своих пальчиков. И, с одной стороны, это правильно. Следующий шаг я обычно себе слегка припудриваю Т-зону. Так как я не использую кистей, я буду набирать пудру на пальцы. Вот так. Ну что, переходим дальше. А дальше у нас самое интересное – брови. Честно, я даже не подумала, что мне придется рисовать брови. Ладно, мы сейчас что-нибудь придумаем. Какой у меня палец самый тонкий? Я набираю за цвет на мизинец. Боже, это будет сплошной кошмар. Фу, блин. У меня эти тени забились под ногти. Я как бы хотела эффектно сразу нарисовать брови и нанести консилер. Ну, по-моему, вышло так себе, да? Боже мой, у меня брови как у грустного гномика. По-моему, я делаю еще хуже. Это была плохой идеей. Что мне теперь делать? Теперь пятно. Давай, консилер, работай. Маскируй мне брови. Блин, по-моему, я делала только хуже. Хотя бы консилер. Блин, не тот палец. Как всегда, вот хочешь эффект, но вечно какой-то фейл получается. Опять она подтачила с кончиком. Блин. Откуда у меня консилер на мизинце? О, блин, зачем я это сделала? Все равно вот брови кажутся лысыми. Пожалуй, я на этом остановлюсь, потому что если я что-то добавляю, это получается еще хуже, чем было. Такой вот персиково-розовый оттенок. Наношу его пальцем на всю поверхность века. Блин, я не туда палец запихнула. Пожалуй, я на этом остановлюсь. Дальше я буду использовать более темный оттенок. Ну, например, вот такой вот фиолетовый. Выходит, как будто какое-то пятно. Я, походу, весь макияж сегодня буду делать мизинцем. Хотя, подождите, мы еще до души и под водкой не дошли. Да, у меня нохоть уже в тоналке какой-то засохший. Главное, все сняки сейчас не дорисовать. У меня как бы свои есть. А мне чужого не надо. Куда брови вообще ползут? Нормально? Стоят на месте. Я хочу взять еще с этой палетки вот такой вот цвет. Он с легким шиммером. Мне кажется, нанести его на серединку века будет очень даже прикольно. С растушевкой у меня явно проблемы. Спасите меня блестки. Перекройте мою растушевку. Вернее, ее отсутствие. Почему я все делаю правым пальцем? Между с левой. Ладно. Так интереснее. Как вам вообще поза моя? Только пальцы-то чистые заканчиваются. Дальше мы переходим к самому тяжелому, как по мне. Это подводка. Сейчас под стремими ногтями я потом буду еще неделю выковыривать эту подводку. Короче, я решила взять все тот же мизинец и попробовать им что-то изобразить. Вот так выглядит не очень, да? Ладно. Стоит попробовать. Блин, она еще коричневого цвета. Емно сейчас не похожа на подводку. Эй. О, черт. Это была плохая идея. Фак, волосы. Смотрите на вот эту вот подводку. Просто идеальные стрелки. И вон кусок еще подводки на волосах. Я не читер, поэтому я буду делать все до конца. Нужна подводка, значит, нужна подводка. Как бы она похожа на какашки, сейчас не была. А здесь, по-моему, лучше получилось. Даже почти красивый. Блин, сюда лучше вообще не смотреть. Догадайтесь, в чем у меня мизинчик. И попробую всем рассказать, что это коричневая подводка. Угу. Блин, а как с волос вот это вот убрать? Логика. Взять вот этим вот двумя пальцами и вытащить эту фигню с меня с волос. Чистых пальцев становится все меньше. Они стоят только на левой руке. Но если я правая не могу ничего сделать, то мне даже страшно подумать, что будет левой. Время переходить к туши. Американские блогерши на самом деле большие читерши. Потому что они используют накладные ресницы и вообще не парятся. Ну, кто сказал, что будет легко. Я буду делать все по правилам. Беру свой палец, кисточку для ресниц и делаю вот так. Да. И теперь это моя новая кисточка для ресниц. Разделение и объем. Инновация. Эффект подкручивания сразу же. Я иду по сложному пути... Что за пятно сразу под глазом? Ладно. Чего мне вообще терять? Вы хотели челленджи? Получайте. Смотрите на моё ужасное лицо. С пятнами и какими-то кусками косметики. Это же весело. Ну давай, тушь. Работай. Я не вижу тебя. Как вам мои пышные ресницы? Не иначе красотка, да? Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Трем-трем-трем. Русская матрешка. Конечно же нужен контуринг. Туза. Где у меня скулы? Это естественно, нужно не быть. Ну же, скулы. Я вызываю вас. Нормально, нормально. Я так кажусь намного худее. У меня остался только, по-моему, один свободный палец. Это вот этот. Он у меня еще пока чистенький. И я буду наносить им помаду. Тин. Это последний шаг. Пожелайте мне удачи. И последний палец. Смотрите, какой красивенький. Ммм. Блин, он какой-то неуправляемый. Я не могу вывернуть. Вывернуть. Он такой, немножко себе объемочка-то добавила. Губам. Я такое чувство, что я реально крашусь каким-то чужим пальцем. Он меня не слушает. Ну, типа как-то так. Все пальцы мне уже испачканы косметикой. А это означает, что я закончила свой макияж. Напишите мне внизу в комментариях, справилась ли я с этим челленджем. Но, ребят, я действительно старалась и сделала все, что смогла. Пишите в комментарии, какой челлендж вы хотели бы видеть на моем канале следующем. И желательно, чтобы они были максимально адекватными. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше интересных видео. А я вас всех целую. И пока. Сейчас челлендж, который называется 100 слоев. В общем, сегодня я буду делать 100 слоев туши для ресниц. Сказать, что мне страшно, это ничего не страшно.